О том, как воспринимают Путина в мире, сейчас все понимают, что Путин уже на поле боя имеет поражение, понимают, что Путина заканчиваются ресурсы, он пытается мобилизовать людей, но все же есть такая информация, как вот издание «Политика» пишет, что западные страны избегают вот этого взрывоопасного вопроса о вступлении Украины в НАТО, поскольку боятся военного конфликта с Россией. Реально ли боятся Запад, США, Россию? Вот что самое главное? Почему боятся? Это ядерная кнопка или что? И понимают, что Путин уже на исходе? Конечно, боятся они прежде всего ядерного оружия, это очевидно. Если бы не было у России ядерного оружия, то с ней бы поступили примерно так же, как в сербии во времена Милошевича. То есть просто бы вот этот беспредел, который творит кремлевские власти в Украине, он бы закончился тем, что Запад просто бы вмешался военным путем. И быстренько бы, я думаю, ресурсов у тех же США для этого хватило, уничтожили бы просто всю эту армию, которая пыталась там наступать на Киев и прочее, прочее. Но они этого боятся делать, потому что боятся ядерной бомбы. Даже Северную Корею, у которой от силы несколько ядерной бомб, и то трогать боятся. А Россия, у которой советский потенциал ядерный весь остался, неважно, там может быть половина, даже 90% его сгнило уже, но даже если там осталось 10% дееспособного, это уже потенциал, это уже возможность как минимум убить миллионы людей. Поэтому они, конечно, опасаются этого конфликта, и поэтому же, конечно, Украину в НАТО не принимают, чтобы не... Если вы его приняли в НАТО, то нужно было воевать за Украину просто реально всеми силами НАТО. Значит, в нынешних условиях это была бы и ядерная война, потому что Путин бы, естественно, у него нет других ресурсов, кроме ядерного оружия. Обычное у него вооружение, мы видим, что украинцы его бьют, не имея ни современной авиации, которая есть у НАТО и у Америки, в огромном количестве, особенно США, превосходит российскую авиацию. У нее, у Украины нет дальновойных ракет, дальнего действия, которые есть у тех же США и прочее, прочее. У них нет нормальных танков в большом количестве, которые есть в США, у Германии и прочее, прочее. То есть даже этими спутными силами украинцы могут бить российские войска. Что говорить, если бы действительно вступили в НАТО, США, прежде всего, в войну? Конечно, они бы это все громили быстро. И у Путина что остается? Остается только ядерная кнопка. И поэтому есть такая, и я это вижу даже, не то ли она не декларируется, но это видно по действиям. Позиция у НАТО, у США – душить Путина медленно, чтобы не делая резких движений. Чтобы пациент, а в его психической неадекватности никто уже не сомневается в мире, чтобы пациент не взбрыкнул в какой-то момент и вдруг резко не нажал на кнопку. Поэтому его душат медленно таким образом, чтобы к тому моменту, когда он поймет, что все уже кончено, и у него нет никаких больше шансов выжить в этой ситуации, сохранить власть за него и выжить одно и то же. Чтобы к этому моменту у него уже не было никаких ресурсов и возможностей. Чтобы к этому моменту, что он уже бы не потянулся, может быть, к ядерной кнопке, но ядерный темоданчик уже к тому времени давно был бы унесен от него подальше. А рядом бы уже стояли там санитары, чтобы его повязать. Поэтому, это, кстати, политика такая, она не только в политике, она бывает и в бизнесе, и в криминальной среде, что если человек опасен, его лучше не провоцировать на резкие движения, а душить медленно, чтобы он не понял, в какой момент он лишается ресурсов, которые ему нужны для ответа, для ответной агрессии, для ответных действий, когда его душат. В данном случае речь идет о ядерном оружии. Поэтому есть шанс, что его задушат так, не торопясь, и ядерной войны нам удастся всего избежать.